МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости 24 в студии Зухралеева. Здравствуйте. Я и мои коллеги расскажем о главных событиях к этому часу. Вакантное место все еще не занято. Объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы Махачкалы. Внимание детям. В предновогодние дни и в канун зимних каникулы внимание правоохранителей республики больше всего приковано к детям. Тест на ВИЧ перед свадьбой. В Дагестане предложили ввести закон, обязующий сдать анализы на ВИЧ-инфекцию перед вступлением в брак. Борьба за кресло мэра продолжается. На очередной сессии городского собрания депутатов объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы Махачкалы. Документы для участия принимаются с 28 декабря по 16 января. Конкурс будет проводиться в два этапа. На первом специальная комиссия проверит достоверность сведений, предоставленных кандидатами, а также соответствие их установленным требованиям. На втором этапе будут оцениваться профессиональные и личностные качества кандидатов. При выборе эксперты будут исходить из наличия кандидатов в программ развития городского округа, соответствующего уровня образования, профессиональных навыков и опыта работы. В Уинакске состоялось торжественное открытие семи благоустроенных дворов в рамках реализации проекта «Городская среда». На прилегающих территориях многоквартирных домов были проведены работы по асфальтированию подъездов к домам, установке игровых и спортивных площадок, лавок, урн, новых опор освещения, а также обустроены парковочные места для транспорта. Выделение средств на развитие городской среды инициировала партия «Единая Россия». Я уверена, что город Буйнавск – это город традиций, это город интеллигенции. И если, как говорит Исламудин Ахмедович, где-то случаются акты вандализма, варварства, наверное, это люди, которые случайно попали в наши дворы. Нам надо охранять эту красоту. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, а также обеспечение безопасности несовершеннолетних в период зимних школьных каникул. В республике стартовал пятый этап акции «Внимание, дети!». Сотрудники полка ДПС первым делом проверяли автомобили на центральных улицах столицы. Проводили беседы с водителями о необходимости применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке юных пассажиров. В рамках данной акции сотрудниками штаба полка проводятся мероприятия на улицах города по выявлению водителей, нарушающих правила перевозки детей. Цель акции – это профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и снижение тяжести последствий ДТП, в которых пострадали дети. Личный состав ГИБДД ориентирован на повышенное внимание к детям-пешеходам и выявлению нарушения правил перевозки детей. Акция «Внимание, дети!» продлится до 11 января 2019 года. В преддверии Нового года сотрудники управления ГИБДД посетили дом-интернат «Забота» для умственно отсталых детей. Воспитанники учреждения подготовили для гостей праздничный концерт. Они исполнили новогодние песни и прочитали стихотворения. В конце мероприятия новый начальник управления ГИБДД по Дагестану Александр Шалагин поздравил ребят. Я хочу пожелать и вам, ребята, еще раз сказать спасибо за такие хорошие песни, такие теплые поздравления. И, конечно же, поздравить всех присутствующих с наступающим Новым годом, чтобы он принес только хорошее, только доброе, только светлое. С наступающим вас! Вообще, Новый год – это детский праздник, и, естественно, наши дети при виде друзей, при виде гостей, они, конечно, бывают полны радости и позитива. Я хочу сказать спасибо всем людям, которые пришли в канун этого праздника к нашим детям и доставили им столько положительных эмоций. Гости пришли не с пустыми руками. Детям раздали подарки, а также накрыли праздничные столы. Также сотрудникам Управления ГИБДД провели экскурсию по интернату забота. Тест на ВИЧ перед свадьбой. В Дагестане предложили ввести закон, обязующий сдать анализы на ВИЧ-инфекцию перед вступлением в брак. С подобной инициативой на последней сессии Народного собрания выступила руководитель Управления Роспотребнадзора по Дагестану Элеонора Амариева. По ее словам, в Дагестане преобладает половой путь передачи данной инфекции. Около 90% инфицированных в республике женщин заражены после вступления в брак. Ежегодно в регионе прирост больных составляет 200 человек. При этом выпить процесс вовлечено именно молодое поколение. Это люди от 20 до 30 лет. В Дагестане критически сократилась рождаемость. О столь резком сокращении в нескольких республиках, которые являются традиционными лидерами в стране по числу новорожденных, сообщает Росстат. Среди них и наш регион. В октябре текущего года в Дагестане родилось почти на четверть меньше детей, чем за аналогичный период прошлого года. На более чем тысячи новорожденных. Еще сильнее рождаемость снизилась в Чечне, где на свет появилось на 26% меньше новорожденных. Мультфильмы имеют огромное влияние на ребенка, и это ни для кого не секрет. В студии анимации «Альтус» на протяжении нескольких лет запускают колоритные мультипликационные серии о мальчике в горном селе. В его основу легли произведения дагестанских писателей и сказания народов нашего края. Накануне состоялась презентация новых эпизодов. В этих сериях «Аул мастеров» зрителям расскажут о приключениях типичного городского подростка, приехавшего погостить к родственникам в АУ. В основе сценария – народные сказки, легенды, традиции, одежда и даже кухня дагестанцев разных национальностей. Также показ мультфильма планируется в школах и детских садах. Касаемо мультфильма, вообще могут увидеть серию, где детишки спасают такое, наверное, ремесло, как кузнеца. Там очень-очень много разных ремесел у нас в Дагестане, сами знаете, да, и по каждому этому ремеслу будет отдельная серия. Ну а тем временем в Унцукульском районе идет активный сбор лекарственных ягод, плодов и трав. В этом году выдался неплохой урожай шиповника и облепихи. Учащиеся местные школы также решили поучаствовать в этом деле и вышли в окрестности села Унцукуль на массовую акцию. Местный центр занятости таким образом прививает подрастающему поколению любовь к родной земле, природе и ее дарам. Далее обзор кратких новостей в рубрике Дайджест, а затем продолжим. Не переключайтесь. В Южно-Сухокумске открылся кинозал. Юг, так называется, кинотеатр на 270 мест. Он разместился в городском центре культуры, где на выделенные деньги было приобретено цифровое 3D-оборудование, экран и акустическая система с пятиканальным звуком. Первый фильм, который посмотрели жители города, на новом экране стали «Елки последние». В Высокогорье Дагестана из-за снегопада перекрыты три автодороги. Автодороги Тлярата-Камилюк, Тлядал-Бешта-Кидеро и Агвалиша-Урики-Деро закрыты из-за обильного снегопада. Толщина снежного покрова на проезжей части до одного метра. На месте работают три единицы техники. На автомобильной дороге с 38 по 48 километра закрытый сход лавин. Учителя начальных классов без образования уволили в Агульском районе Дагестана. Он занимался педагогической деятельностью без соответствующих документов. Это противоречит статье 46 Федерального закона об образовании в Российской Федерации. В связи с чем, по представлению прокуратуры, трудовой договор с данным работником расторгнут. В Анжи теперь нет гендиректора. Махачкалинский футбольный клуб сообщил об уходе Олега Флегонтова, который работал в клубе с начала лета этого года. Источники сообщают, что он ушел с поста по собственному желанию. Кто займет теперь должность генерального директора, пока неизвестно. И о спорте. Казавюртовское училище Олимпийского резерва признано самым эффективным среди борцовских школ республики. Рейтинг основан на достижениях вольников в 2018 году. Лучше всех в составе училища выступил Ахмед Гаджимагомедов. Он стал чемпионом Европы в Каспийске и завоевал бронзу на чемпионате мира в Будапеште. На второй строчке рейтинга обосновалась спортшкола имени Шамиля Умаханова. Она тоже имеет хазавюртовскую прописку. А махачкалинцы могут похвастаться Абдул-Рашидом Садулаевым. Лучшим борцом этого года, победившим на чемпионате мира и Европы. Лидер сборной России представляет школу своего имени, которая отстала от второго места лишь на 20 очков. Всего в итоговую классификацию вошли 17 спортивных учреждений. Таковы новости к этому часу. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин